Сегодня я решила снять очень запрашиваемое видео про то, как я самостоятельно изучаю корейский. Так что, если вы хотите учить этот язык без репетиторов и платных курсов, то это видео сделано для вас. Начнем с определения цели изучения корейского. Это очень важно четко понимать, потому что от этого будет зависеть, какую лексику и фразу вы будете учить в первую очередь. После того, как вы определились с целью, самое время начать искать учебники и видео уроки. Я расскажу о том, чем я пользовалась и чем продолжаю пользоваться сейчас. Учу корейский я всего 2-3 месяца, но зато в данный момент я более-менее определилась с планом обучения, который я, кстати, тоже советую продумать после того, как решите, по какому материалу будете учить язык. Самое первое, с чего я начала, это были видео уроки. С помощью видео, которое вы сейчас видите на экране, я смогла выучить часть хангель корейского алфавита. Но потом я заметила, что уроки обрезаны и много чего не хватает. Тогда я стала искать другие уроки и сайты. И в итоге остановилась на том сайте, который вы сейчас тоже видите на экране. Если что, все ссылки на все видеоматериалы и сайты будут в описании. В общем, благодаря именно этому сайту я смогла за неделю выучить хангель и начать медленно, но правильно читать. Почему же я не продолжила заниматься там? Каким-то чудом я наткнулась на суперкрутых ребят с Talk To Me In Korean. Похоже на рекламу, но нет. Сказать, что я в восторге от них, это просто не сказать ничего. Если вы знаете английский, то вам безумно повезло. Хотя есть мини лайфхак, о котором я скажу чуть позже, который поможет вам без знания английского заниматься с этими ребятами. В общем, в августе я продуктивно занималась с ними. Они очень четко и понятно объясняют, но успевают шутить, поэтому уроки не кажутся скучными. В урок входит аудиозапись самого урока, PDF с грамматикой, которую вы проходили за этот урок, а также вы можете приобрести воркбук с заданиями каждому уроку. Я долго искала и где-то нашла бесплатно, но, к сожалению, я потеряла этот сайт и не знаю, где его теперь найти. Просто я не знаю, что мне теперь делать и где мне скачивать воркбуки для остальных уровней, которые я сейчас буду проходить. Что ж, но если вы не знаете английский, то в интернете вы можете найти грамматику на русском языке бесплатно. Без аудиоуроков будет совсем чуть-чуть тяжеловато, но основное вы все равно поймете. Могу посоветовать видеоуроки Лены, которая один раз меня спасла с моими первыми падежами NNN, потому что я вообще не поняла, как это работает, ибо ни в английском, ни в русском нет схожих падежей. Но урок Лены меня спас, и я поняла вообще, зачем нужны эти кучи непонятных падежей в конце. В общем, с сайтами и видеоуроками мы закончили. В принципе, я больше ничем и не пользовалась. И столько вчера нашла себе TouchTyping тренажер, чтобы слепо печатать на корейском, потому что на ноутбуке у меня нет корейских клавиш, а печатать как-то надо. Перейдем к учебникам. Я до сих пор ищу новые, что-то пробую, но скажу сразу, что университетскими учебниками я не пользуюсь, да и вам в принципе не советую, так как они из корейских университетов и, соответственно, на корейском. Так что без первого-второго уровня знания вы физически не поймете, а с переводчиком это будет долго и нудно. Так что я нашла себе супругрудой учебник на английском, который мне очень нравится, и я в нем практикую и повторяю уже изученное с TalkToMeInKorean. Учебник называется Basic Korean, A Grammar and Warbook от Andrew Byen. Я решила печатать себе учебник понемногу, то есть по одному юниту, чтобы, если мне надоест, то мне не пришлось выкидывать полностью распечатанный учебник. Следующий учебник оказался немного сложным для меня, потому что он для тех, кто уже имеет первый или второй уровень. Называется Корейский язык, начальный уровень, учебник, чтение от Ким Чун. Также могу посоветовать корейский базовый словарь для Топика 1. В нем можно прописывать слова, и так вы их будете лучше запоминать. Остальные учебники мне не понравились, да, их и не так много было. Перейдем к приложениям. Я перебрала достаточно, так что мне есть что рассказать и что посоветовать. Сейчас я активно пользуюсь Карлинг. Это телефонное приложение Talk to Me in Korean. Также V-Live от BTS, чтобы учиться воспринимать и разбирать корейскую речь на слух. Hello Talk. Там можно найти собеседников из Кореи, но это не так легко, как кажется, поэтому если у вас есть время, вы можете запариться и попробовать поискать. Также Kakao Talk. Это очень популярная корейская соцсетей, как наш Viber и Telegram, только вам нужен не номер, а ID человека. Я ищу собеседников в комментариях под уроками Talk to Me in Korean и с ними пытаюсь учить корейский. Также Lexalize, Flashcards помогают мне учить корейские слова и английский, в принципе, тоже. Я пользовалась и Duolingo, и Lingodier, разные словари, Eggband, Drops. Мне вообще не понравились, но вы можете попробовать. Ещё я вам советую пытаться учить какие-то корейские песни, читать их переводы и, возможно, брать оттуда лексику. Да, она будет не самая распространённая и часто используемая, но, возможно, она вам пригодится. Сейчас я учу песню BTS Pied Piper, и я не знаю, как она правильно читается. И меня удивляет, что я могу очень даже хорошо читать партии RM, а это, между прочим, рэп. Между прочим, на корейском это довольно сложно. Конечно же, я не могу не посоветовать несколько блогеров. Я могу посоветовать вам Dojin и её сестру. У них два канала. Ссылки на них, конечно же, в описании. Они очень интересные, мне нравятся эти две девочки. Они говорят на корейском, и почти на всех видео у них есть английские субтитры. Но если вы хотите посмотреть англоговорящего блогера с корейскими субтитрами, то я могу посоветовать мою просто обожаемую Юру Джан. У неё есть и английские субтитры, и корейские субтитры, и также многие её видео имеют русские субтитры, если вы не знаете корейские, так что это идеальный вариант. И последнее, что осталось, это ответить на ваши вопросы, которые я попросила задавать мне в сторис у себя в Инстаграме. Ссылка на которые, кстати, тоже есть в описании. Вот такая беспалевная реклама. Буду отвечать только на те, на которые я ещё не ответила во время видео. На каком ты уровне? Talk to me Korean я на втором уровне из девяти. А так, я думаю, что я не дотягиваю даже до первого уровня корейского языка. Пожалуйста, прошу привет. Я Марьяна. Марьяна, передаю тебе привет. Какими материалами пользуешься, что мотивирует, как учишь лексику? Про материалы я уже рассказала, что меня мотивирует. Знаете, когда ты начинаешь понимать какие-то слова из корейских песен, особенно из своих любимых песен BTS, когда ты уже можешь как-то базово общаться с корейцами, когда ты понимаешь, что сможешь учиться или жить в стране, в которой ты мечтал, благодаря тому, что знаешь этот язык. Когда ты получаешь удовольствие от того, что ты его учишь. Вот это вот всё меня безумно мотивирует. Как ты учишь лексику? Я уже говорила про приложение LikesWise Flashcards. Вот там я хорошо учу слова. А лексику саму нахожу либо в уроках Talk to me in Korean, либо в книге Basic Korean, которой я занимаюсь. Там лексики просто предостаточно, ну, либо иногда что-то ещё в интернете. Учу корейский, зная хорошую базу, но часто пропадают силы и мотивация. Что делать? Я сама иногда сталкиваюсь с этим, но это даже связано не столь с корейским, сколько с вообще моим повседневным состоянием. Поэтому в таких случаях я советую просто делать передышку от какого-либо занятия, которое вам надоедает. Допустим, в этом случае от корейского. Если ты сделаешь несколько дней отдыха, возможно, и неделю, не будешь вообще к нему прикасаться, потом у тебя появится снова желание учить этот язык, потому что ты просто соскучишься по нему. Но вообще не забывай про свою главную цель, помни, для чего ты это делаешь и что будет, если ты будешь продвигаться дальше. Сайты, учебники, пособия. Это я уже рассказала. С чего начать? Советую всё-таки начать с уроков Talk to me in Korean или, наверное, с видеоуроков Лены, если вы не знаете английский. Можете поискать какие-то учебники для самостоятельного изучения. Их довольно много. У меня в городе они тоже есть, но они, конечно, безумно дорогие. И я не могу сказать, что они 100% вам помогут выучить язык. Поэтому это уже на ваш выбор. Мой совет — это Talk to me in Korean, потому что там всё абсолютно бесплатно, кроме каких-то дополнительных учебников. И всё очень понятно. Какую ежедневную нагрузку делать? Я советую просто перепробовать разную нагрузку. Лично я делаю хотя бы один урок Talk to me in Korean. Учу несколько слов. 5-10 приблизительно. Потом я могу немножко позаниматься по учебнику Basic Korean. Параллельно я сейчас ещё учу песню BTS, поэтому ещё какая-никакая нагрузка. Ну и, конечно, смотрю какие-то корейские видео. Блогеров я уже тоже несколько предложила, так что вот как бы вроде бы всего понемногу, но этого, в принципе, достаточно. Но это для меня. А тебе советую самой выбирать нагрузку, в которой ты чувствуешь себя комфортно, так, чтобы тебе не надоело заниматься корейским. И последний вопрос. Возможно ли через видеоуроки выучить корейский? Я думаю, что, в принципе, нет, потому что я не знаю столь хороших, крутых видеоуроков, по которым ты действительно сможешь выучить весь материал. Я думаю, что даже под сок цемиенкуриен невозможно выучить всё, если заниматься только по нему. Поэтому я занимаюсь и по каким-то учебникам, и по аудиоурокам. Возможно, иногда смотрю какие-то видеоуроки. Я постоянно ищу дополнительную информацию, чтобы увеличивать объём знаний. Поэтому я всё-таки советую пробовать и учебники, и аудиоуроки, и видеоуроки, и, возможно, курсы какие-то бесплатные или платные, если есть такая возможность. Как говорится, чем больше, тем лучше. Поэтому советую всё-таки не ограничиваться чем-то одним. Либо учебниками, либо видеоуроками. Потому что я думаю, что этого будет мало. В общем, я ответила на все ваши вопросы и рассказала про всё, что связано с изучением корейского у меня. Поэтому я надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы нашли для себя какую-то полезную информацию или новую информацию, которую вы, возможно, ещё не слышали у других людей. И теперь я надеюсь, что вопросов по поводу корейского станет меньше, потому что я уже не могла задерживать съёмку этого видео, так как с каждым днём мне задавали всё больше и больше вопросов, связанных именно с изучением корейского, потому что он у нас до сих пор не сильно распространён, как английский. И поэтому не так много доступных материалов. Но они есть, как вы уже поняли. И все, которые я вам рассказала, бесплатные. Поэтому я верю в вас и верю в то, что вы сможете выучить этот язык и достичь той цели, которой хотите. И, как говорится, пойти. Спасибо, что посмотрели это видео. И, как всегда, Сарахио, аннян.